Однажды Нитянанда Прабху сказал Гаурасундаре, «Гаурасундара, сегодня Экадаши. Я собираюсь принять даршан саду». И Чайтани Махапрабху сказал, «Внимай, я тоже пойду с тобой получить даршан». Нитянанда Прабху и Гаурасундара пришли в один дом, дом, саду, который представлял из себя красивый храм. Это был Экадаши. И Нитянанда Прабху и Чайтани Махапрабху должны были до полудня поститься. И так они увидели этот красивый храм, и там было много садху. Махапрабху был очень радостный. И они совершали арати. Эйсаду сказал очень смиренно, «О, вы мои гости, пожалуйста, примите прасад». И Нитянанда Прабху с Махапрабху сели принять прасад. И там было очень много приготовлений, различные фрукты. Но Махапрабху был немного, его ум был немного смущен. А Нитянанда Прабху ел все подряд, потому что он овадхута. А Махапрабху смотрел на тарелку и не ел. И вот этот саду, которого называют Маханта, это тот, кто управляет храмом, отвечает за храм. Он сказал своей, как мы говорим, девушке. По-западному, это будет подруга. Подруга садху. Такой вот был саду. Он говорил своей подруге, «Ананда, Ананда, принеси Ананду». И Нитянанда Прабху, он очень много путешествовал с Маддавендрой Пурипадом, и он знал различные саду, что они из себя представляют. Карми саду, Гьяни саду, Банги саду. Всех он знал. А Махапрабху сказал, «Сегодня Экадаши». Что означает это «Ананда»? То, что говорил саду. И он говорил об этом своей Севадаси. «Принеси Ананду». Махапрабху спросил Антянанды, «Эй, Нитянанда, что это значит, это Ананда?» И Нитянанда сказал, «Ананда — это алкоголь». «Сегодня Экадаши, и саду пьет алкоголь?» «По какому саду ты меня привел?» «Махапрабху убежал, прыгнул в Гангу и пересек ее». А Нитянанда, Прабху, ну, на ватхута, он все принимал. Он все может переварить. Если вы тоже были бы такого типа ватхутами, вы бы тоже могли все переварить. Можно даже принять пищу от какого-то грешника, если вы придете на этот высокий уровень ватхуты. Но на стадии садаки нельзя этого делать. Это очень важно. Иначе ваш ум будет побеспокоен. Вы подумаете, «О, это Браджаваси». Да они не Браджаваси. Они Наракаваси. Бхактибеданта Саим Махарадж говорил, когда один ученик у него спросил, «Гуру Дэф, я могу жить на Радакунде?» Потому что она очень возвышена. Он сказал, «Нет». «Почему? Многие живут на Радакунде?» «Нет, они живут не на Радакунде, они живут на Наракунде, Наракакунде». «Так было сказано». «Они не на Радакунде, они на Наракакунде». «Не так-то легко увидеть Радакунду». «Как можно увидеть эту Тагаму?» «Надо совершать Баджаны Садваны в настроении наших Госвами». «Понимаете?» 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 «Они tiet Recogn Sunday».